Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и все мы с вами прекрасно знаем о том, что приложение от Adobe, Premiere Pro, особенно и также After Effects, Adobe Media Encoder и Photoshop любят кушать оперативную память. Несомненно, это с одной стороны плюс, с другой стороны это и минус. В том случае, если у вас, слава, производительный компьютер, может быть и вовсе вообще ноутбук, это, разумеется, минус. Если у вас высокопроизводительный компьютер, то это, в принципе, с другой стороны это и плюс. Итак, сегодня я расскажу вам о том, как можно понизить или повысить количество выделяемого ОЗУ на приложение Adobe. На примере будет показано Adobe Media Encoder, Premiere Pro и также Photoshop. Для After Effects показывать не буду, потому что у него принцип такой же, как у Premiere Pro и практически вообще ничем не отличается. Итак, ну что ж, давайте, наверное, с вами начнем с самого основного и главного, что интересует многих людей. Как можно понизить количество выделяемого ОЗУ в Adobe Premiere Pro? Ну, либо же повысить. Мы с вами нажимаем, даже если у вас запущен проект, не запущен, не открыт, никакой проект значения, в принципе, особо никакого не имеет. Мы с вами нажимаем изменить, слева вверху. Здесь, в самом низу мы с вами находим установки. И затем вот здесь мы переходим в раздел память и три точки в конце. У нас с вами открывается вот такое вот окошко, где у нас с вами написано память, установленная ОЗУ, то количество, сколько у нас с вами есть. И ОЗУ зарезервированная, общая ОЗУ зарезервированная, допустим, там для Premiere Pro и Mi. У нас они сами выделяются, допустим, Photoshop у меня в данном случае здесь не светится. Они, как написано, связаны друг с дружкой. То есть, проще говоря, допустим, если вы здесь регулируете одно значение, то оно также должно будет и в том приложении, которое здесь у вас подсвечивается, установлено одновременно, регулироваться. Но на всякий случай лучше потом все перепроверить и зайти в другие программы и посмотреть. В общем, ОЗУ зарезервирована для приложений 6 гигабайт. Общая ОЗУ для After Effects, Premiere Pro, PL, это не помню, что такое, Media Encoder, Photoshop и Audition 26 гигабайт. То есть, проще говоря, 26 гигабайт выделяется в данный момент у меня на все приложения, вот из того, что здесь присутствуют в списке, или те, которые обнаруживают, по крайней мере, приложения Adobe. Оп, 26 гигов лично для меня это выделение довольно много, то есть, остается 6 гигабайт только лишь на все мои основные процессы. Это может быть, допустим, там браузер, какие-то либо другие программы, системные файлы и все прочее. Почему для меня это мало, 32 гигабайта, это и вправду на самом деле оказалось очень мало, потому что у меня сам браузер ест около 10 гигов. Ну, очень много открыто просто вкладок, я не люблю их закрывать. В общем, значение, когда мы с вами здесь увеличиваем ползунок в правую сторону, у нас с вами уменьшается количество выделяемого ОЗУ на приложение. Вообще, по-хорошему, я рекомендую использовать, вообще пользоваться Premiere Pro, ставить хотя бы 64 гигабайта оперативки. Почему? Потому что, друзья мои, ну, потому что 32 мне оказалось просто мало. Вот рекомендую просто вам и все. Ну, вот просто вот рекомендую. Смотрите, что делаем дальше. Итак, еще раз. ОЗУ зарезервировано для других приложений 3, общая ОЗУ 29, то есть, мы даем доступ нашей с вами Premiere Pro 29 гигабайт использовать в нашей оперативной памяти. Не рекомендую ставить здесь значение меньше 3, но, собственно, оно и остается, самое минимум, 3. И, допустим, если мы увеличиваем в правую сторону, то, соответственно, мы даем возможность Premiere Pro использовать только 6 гигабайт оперативки. Но это значение, оно примерное. То есть, все равно в экстренных случаях Premiere Pro может использовать чуть больше. Может быть, 7-8 он захватит, может быть, даже 9 от силы, но вряд ли больше. То есть, мы ему просто доступ к этому не дадим. 26 гигабайт у меня остается для моей системы, и, собственно, для него только мы выделяем, допустим, 19. После этого нажимаем ОК. Premiere Pro и After Effects делаются все одинаково. Также через раздел «Изменить» установки памяти, там точно так же все изменяется. Значит, затем Adobe Media Encoder. Одно из там уже важных составляющих. Многие люди его используют для того, чтобы рендерить свои видеоролики. С ним проще, как-то удобнее. Ну и, собственно, вывод делать каких-то видеофайлов или аудиофайлов через Audition тоже довольно просто. Здесь мы с вами открываем чуть по-другому. Нажимаем файл и затем, так, нет, редактировать. Редактировать установки троеточия. Затем открываем здесь раздел «Память». И действуем по такому же принципу. То есть, в большую сторону увеличиваем. Это мы с вами уменьшаем количество, которое выделяется для Media Encoder. Уменьшаем это значение, соответственно, для наших с вами программ системных уменьшается это количество. А для общей ОЗУ, для, допустим, там, пример Pro и Mi, у нас с вами, наоборот, увеличивается. То есть, минус, значит, даем больше возможностей памяти использовать. В плюс прибавляем это значение, значит, даем меньше. Ну, то есть, короче, минус на плюс дает, минус на плюс дает, что дает-то он? Минус на плюс дает плюс или минус? Я уже не помню математику, простите, ребят. В общем, Photoshop. Здесь все работает чутка по-иному. Для того, чтобы зайти в этот раздел, нам потребуется открыть раздел «Редактирование» прямо за моей головой. В самом низу находится раздел «Настройки». Здесь мы с вами потом открываем «Основные». Ну, и либо же он еще называется «Производительность». Можно открыть через «Основные», можно открыть через «Производительность». В принципе, без разницы. В разделе «Производительность» у нас с вами здесь находится вот такой раздел под названием «Использование памяти». В принципе, чем-то похож, но немножечко другой, потому что здесь можно поставить галочку, допустим, использовать графический процессор для больше того, чтобы была плавность, картинки и так далее. То есть, чтобы было, ну, в общем, не особо нагружать центральный процессор и разгрузить его, особенно если у вас высокопроизводительная видеокарта. Это будет вообще плюс. Можно также «История действий» подрегулировать уровни кэша и размер фрагмента кэша, если желаете. Занято под «Фотошоп» 17,5 гигабайт. Оптимальный диапазон от 14 до 18 гигабайт нам рекомендуется. Это значение, как и в Adobe Premiere Pro, не значит, что после запуска приложения у вас сразу же будет абсолютно и полностью заниматься вся эта память. То есть, допустим, запустили «Фотошоп» и типа «Раз, у меня 17,5 гигов куда-то исчезли с оперативки». Нет, друзья мои. Это будет максимальный допустимый для него уровень количества оперативной памяти в случае необходимости. А необходимость для «Фотошопа» 17 гигов возникает крайне редко. Это нужно, наверное, я не знаю, страниц 100 здесь просто картинок понадкрывать в каком-нибудь высоком разрешении, чтобы он столько выделил. Ну, значение регулируемое здесь теперь действует по-иному. То есть, сколько выделяем, столько и дается. Допустим, меньше, соответственно, выделяется меньше. У 150 мегабайтов до, соответственно, в моем случае 25 гигов. Сотка. Остальное у меня остается, мои 8 или сколько, 7 гигабайт, остается, скажем так, до для моей системы. Так что, как-то так, друзья мои, выделили то значение, которое необходимо. Пускай, допустим, это будет 10 тысяч, можно даже округлить, ну или пусть так остается, и нажимаем «Ок». Применили. Вот и все, теперь больше 10 гигабайт наш фотошоп потреблять не сможет. А с вами был ваш Юран, огромное спасибо за внимание, до новых встреч. Скоро увидимся, будет много всего крутого и неинтересного. Огромное количество гайдов, летсплеев и всего класса сможете найти меня на канале. С вами был ваш Юран, до новых встреч и пока-пока. Скоро увидимся, не переключайтесь, будет много всего классного. Пока-пока.